На эту встречу прибыло более 150 делегатов. В составе делегации из Анапы в мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Александр Смирнов, депутаты Светлана Хижняк, Елена Некрасова и Андрей Дубошин, руководитель Анапского исполкома партии «Единая Россия» Валерий Полченинов, а также другие члены партии и представители движения «Молодая гвардия». Работало шесть дискуссионных площадок. Именно здесь обсуждались темы здоровья и экологии, образования, занятости населения и производительности труда, развитие социальной сферы, формирование современной комфортной городской среды, а также подняли вопросы об обновлении партии. Резолюции и предложений было очень много. Это внесение и в устав, это отношение и дисциплина в партии, и изменение структуры, и внутрипартийная организация партии «Единая Россия». Поэтому сегодня много было вопросов, и вопросы были правильные, грамотные и поставленные вовремя, потому что будут они доноситься до нашего высшего руководства «Единая Россия». Я думаю, там делегаты съезда примут правильное решение. После работы в группах состоялось общее собрание, на котором модераторы площадок рассказали, какие конкретные предложения поступили от однопартийцев. Также обсудили передовой опыт муниципальных образований и новые точки роста в каждом из направлений партийных площадок. Реализация послания президента должна быть эффективной и учитывать все потребности жителей Краснодарского края. Совещание прошло довольно-таки оживленно, оперативно и продуктивно. По итогам обсуждения составлен перечень предложений по реализации послания президента, которые будут рассмотрены на региональной партийной дискуссии 16 апреля. Лучшие практики будут изучены федеральными экспертами и войдут в перечень вопросов Общероссийской партийной конференции. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин